Ну что ж, всем привет! Я назвал эту рубрику Советик. Советик номер один. Сегодня о чем я хотел бы поговорить с вами? Это про современное инфополе, в котором мы все находимся, с которым взаимодействуем. И, понятное дело, нам приходится как-то выцеплять нужную информацию. Понятное дело, что под инфополем я понимаю не столько современные медиа, сколько чисто наш срез гитарного ремесла, гитарного искусства. Я немножко расскажу кратко о том, как все начиналось в рамках моей гитарной истории. Я начинал тогда, когда информации практически не было. То есть, вот эти времена, я не знаю, меня поймут те, кому за 30, кому под 40 и так далее. То есть, было достаточно смешно. Отделы в магазинах с гитарами Гибсон заставляли стулом, чтобы обычные смертные не могли туда зайти. Это как-то, наверное, пожалуй, одна из лучших иллюстраций того, как это все выглядело. На прилавках существовали некоторые пособия, но они сами по себе, сами понимаете, в эпоху отсутствия интернетов нельзя было проверить достоверность, хороший ли это подбор группы Металлика. Там еще какие-то несколько команд было. Прям выходили книги со снятыми песнями, где в печатном формате тебе табулатуры были показаны. Но я не к тому сейчас говорю, что тогда было тяжело. В современных реалиях, возможно, даже тем, кто сейчас пытается что-то осваивать самостоятельно, я бы даже сказал, что потяжелее. Почему? Потому что тогда, если не было литературы, и та литература, которая имелась, ну, что-то было, понятное дело, не совсем же всего не было. Она была, во-первых, на вес золота, а во-вторых, была очень полезная. Потому что, сами понимаете, когда приходишь в училище, и тебе говорят, слушай, короче, выложили табы, там, допустим, Джимми Пейджа. То ли Хау Леонард, то ли какие-то такие вот, ну, как бы, штуки, которые прям, можно было сказать, что ручались за то, что подбор будет максимально точным. Такой, ё-моё. И весь поток у тебя, как бы, ксерит. То есть, люди приходят, узнают новость, сразу бегут, как бы, ксерить эти табы и все такое прочее. Потом, как бы, передают один другому. Но это было тогда. Сейчас другая история. Сейчас, по сути дела, из каждого утюга вам летит то, что вот, вот этот подбор, я играю так. Другой блогер говорит, вот у меня вот этот подбор, я играю сяк. И тогда, если мы искали иголки в стогах сена, да, то сейчас мы, по сути дела, в ситуации, когда на нас выкидывают кучу сена, иголок, говна, алмазов и всего такого прочего, и они каждая в обертке. И ты не поймёшь, пока её не откроешь. Я провожу параллели. Это с тем, что, допустим, можно зайти на тот же YouTube. Куча информации, куча каверов, куча уроков, куча взглядов и всё такое прочее в плане того, как держать медиатор, как ставить руку, как извлекать, как вообще играть. Что неподготовленный человек в этом многообразии, ну, по сути своей, может, если не потеряться, то очень надолго задержаться. И вы же понимаете ещё, что сейчас немножко тренд поменялся. Вот, допустим, я проведу параллели с моими видосами. Я очень часто об этом говорю и ученикам, и вообще, когда спрашивают моего мнения касательно каких-то ресурсов. А такое бывает, так или иначе. Почему, допустим, мои видео короткие? То есть, вот, допустим, по септаккордам, по-моему, 15 минут я уложился или 10. А по факту в современных трендах по септаккордам я бы мог рассказывать, ну, это как сезон какого-то сериала. То есть, каждая серия по 30 минут я бы рассказывал. Привет, дорогие друзья, подпишитесь на мой инстаграм. Вот это я вот уже говорю, уже наговорил на минуту, да, как бы. Почему это таким образом у меня складывается, что я видео делаю достаточно короткие и стараюсь их сделать максимально информативными? Потому что источники, по которым я учился, были такими. Их было немного, и они были охрененно насыщенные в плане, как бы, полезной информации. Вот. А сейчас вот этот тренд, то, что нужно наговорить много, потому что если ты говоришь на 10 минут, у тебя одна реклама, если на 22 и так далее. Ну, понимаете, да, как бы. И в итоге ты сидишь такой, вроде, уж полночь близится, а Германа все нет, да, как бы, цитатой скажу. Вот. Поэтому, по сути дела, тем, кто сейчас осваивает что-то самостоятельно, я, ну, не то, чтобы не завидую, да, но у всех свои были, как бы, приколы. Вам тяжелее по другим основаниям, чем было нам тяжелее. Про под нам я подразумеваю, как бы, поколение моего возраста. Вот. Понятное дело, что сейчас есть определенные программы, но, опять же, программы, как бы, сами понимаете, не покажут вам, не научат вас техническим основам, да. А блогерская вся вот эта история, которую вы, как бы, ну, кто-то посматривает, я убежден, да, до смешного доходит, что по факту человек снимает 15-минутное видео, в котором он рассказывает идею, которую можно проговорить за полминуты и еще за полминуты ее показать. Вот. И, к сожалению, медийка современная, она вот этим очень сильно грешит, потому что, сами понимаете, что нужно вначале рассказать про, сделать интеграцию, вот. Сегодня, кстати, интеграции не будет. Вот. Сделать интеграцию, а потом уже проговорить. А если ты вообще, как бы, очень пафосный чувачок, да, то тебе нужно две интеграции уместить в один видос, понятное дело. Поэтому хронометраж весьма увеличивается. Это как с хреновыми фильмами, когда снимают. Нужно, чтобы ходьба была в фильме в различных видах, да, и желательно, чтобы там ее было достаточно много, чтобы дотянуть до этих нужных полутора часов, да. Так вот. Про что я, собственно, говорю? Почему вообще я начал записывать это видео касательно современной медийки? По той лишь простой причине, что вам нужно, на мой взгляд, я не знаю вообще, как современное поколение оперирует в рамках видосов, я не знаю, может быть, по картинке, нравится лицо, не нравится, как играет, какая презентация, да. Мы тогда совершенно другими, как бы, форматами мыслили, там, сами понимаете. Так вот, чтобы не утонуть в этом океане информации и выделить для себя полезные, те, кто у меня занимается и те, кто у меня спрашивает совета, когда, ну, речь заходит об этих всех вещах, я всегда им так или иначе рекомендую старый материал. Ну, вот, допустим, в группе в Телеграм есть несколько переведенных, ну, субтитрами, да, русскими, видеошкол. Почему я вообще заморочился этим? Не потому, что нужно было создать инфоповод, да, как бы, не потому, что нужно было там, типа, о, ребята, бегите сюда, здесь вот то есть, как бы, нет. Не поэтому, а потому, что данные видеошколы, их, ну, как сказать, я не все перевел, которые я считаю очень крутыми, да, возможно, руки дойдут в перспективе до этого. Они являются в своем роде экстрактом, вот. То есть, по факту, если вы, допустим, открываете школу R.E.H. Ингви Мальмстин Хотликс, то там вся его техника уместилась в полчасовом видео. Все его идеи, все его алгоритмы игры, какие фразы-клише он использует, какие ходы, там, не знаю, экономичный штрих, легата, переменный штрих, все вот этого, да. Да, свипы, там, да, даже, по сути дела, понятное дело, что там темп бешеный, что он, ну, не преподаватель, а музыкант, да, как бы, это видно по нему. То есть, возможно, его затащили какими-то баснословными гонорарами туда, он такой, типа, ну, ладно, сейчас я покажу. А может быть, это случилось благодаря тому, что у него был тяжелый период, у него менеджер все его бабки украл, вот, и нужно было как-то подняться, да, как бы, ну, после того, как он в аварию попал. Я просто не знаю, это было до аварии или после уже, вот. Поэтому возникает такой резонный вопрос, как бы, как выплыть, как не потонуть. А не потонуть очень просто, что, смотрите, в телеге есть, допустим, несколько примеров школ, там, RH-видео, да. Вы знаете название, понятное дело, что не будет вам никакого 4К, 2К и все такое прочее, но я вам гарантирую, что, допустим, открыв школу, ну, господи, давайте на скидку Скотта Хендерсона, к примеру, да, у Скотта Хендерсона классная школа, мелодик контрол, я просто сейчас найти не могу. Она будет мега полезнее, чем вы посмотрите на Ютубе, там, не знаю, 10-20 видосов по схожей тематике. Или, допустим, открываете школу Грега Хоу, типа там тоже что-то с ликами связано, я не знаю, как она называется. И там чувак, вот он, вот представьте себе, что вы приходите на собеседование, да, вам нужно продать себя, в этом и смысл, в этом и, по сути дела, получается такой большой концентрат, экстракт всей этой истории. Ты приходишь, тебе нужно, чтобы тебя купили, а для того, чтобы тебя купили, тебе нужно хуячить просто как не в себя. Если как раз посмотрите подряд, мне кажется, что все на пределе как раз. Гилберт на пределе, там, Мальмстин, все вот эти ребята, Зак Уайлд, там просто улетаешь. И там нету такого, что чуваки рассказывают, вот, сейчас я вас научу, здравствуй, садись, присаживайся. Там все очень четко. Ты пришел, типа, вот, у меня строймия оригинальные, вот тебе открытая ля, поехали. И потом чувак вываливает то, чем владеет, вот. И это, кстати, очень показательно, ну, что, допустим, у Зака Уайлда, ну, это на скидку, да, я сейчас говорю, это личное мнение, допустим, идей поменьше, чем у Мальмстина, вот. И потом это сейчас выродилось то, что он сейчас очень быстро играет вот эти вот несколько идей, которые у него раньше были, вот. Или, допустим, что раньше он использовал чикенпикинг, да, вот как раз пентатоний, хардкор, школа есть, которая у меня в телеге висит. А сейчас чикенпикинг не используется, ну, по крайней мере, я не видел. И вот эти моменты, когда ты умеешь видеть и более-менее понимаешь, зачем ты пришел, они очень сильно тебя организуют и повышают твой КПД. Понятное дело, что все, у всех разный уровень, кто-то только начал, кто-то уже что-то умеет, кто-то хочет прокачаться, да. Для тех, кто только начал, эти школы будут как фильмы в своем роде, то есть, вот, не знаю, там, Крепкий орешек, 15, да, вот. То есть, смотришь такой, думаешь, ебать, там, он сбил вертолет с помощью автобуса, да, как бы. Ну, это примерно так же будет восприниматься. Я просто почему так рассказываю, потому что я сам в видеошколу Маймстина первые там раз 20 смотрел, как фильм. Очевидно, невероятный. Показывал родителям, друзьям, говорю, нихуя себе. Смотри, как в том немасе, да. Вот, но, когда ты закончил просматривать этот фильм, как, точнее, эту школу, как фильм, ты начинаешь копать. И об этом, по поводу копать и видеть, я, пожалуй, поговорю в другом советике, в другом выпуске советика. Ты, по сути дела, вырабатываешь навык. То есть, это как, я не знаю, можно с игрой сравнить, да. Ну, да, хорошая аналогия будет сравнить это с компьютерной игрой. Ты начинаешь играть на высокой сложности. Вот, когда ты, как сказать, не вот к блогерам пошел, да, что тебе, ой, привет, вот тут надо тити-тити, вот эти три ноты, как бы, и давай мы полчаса будем про эти ебаные три ноты говорить, да. А ты приходишь, и тебе говорят, о, ну, сейчас, короче, ты вот запустил игру, и ты сразу на белом диване, и сзади пятеро крепких парней, да. Одна из моих любимых аналогий. И ты такой, о, бля, куда я попал. Но, с течением времени, ты начинаешь все больше и больше въезжать. Когда у тебя нету человека за твоей спиной, кто вот возится с тобой, не-не-не, вот ты слюнявкик там, вот ты там обкакался, давай, вот нету вот этой херни, да. Ты начинаешь какой-то момент выкупать, что происходит. Так же, как и с игрой. Она тебя жахает первые там два часа, потом ты ее, оставшиеся 18, в ответ. Вот. Здесь та же самая история, просто немножко более продолжительный, как сказать, период, да, пока вы терпите, пока вас жахают, да, как бы эти пятеро крепких парней на белом диване. Вот. И у меня так получилось, что я был в ситуации, как та белокурая девочка. Вот. Не было костылей, не было помощников, вот, и приходилось очень многое самостоятельно смотреть. Анализировать, выкупать, так называемый, да, момент. А теперь по поводу, смотрите, вот, если подытожить, да, я просто хотел в 15 минут укладываться, в 10-15 минут каждый видос. Давайте суммируем то, о чем мы сегодня говорили, что современная медийка, море, да, в котором можно утонуть. Мой вам совет, копать старый материал, который имеет охрененно большую концентрацию полезности, как видеошколы, которые размещены в телеге, и вырабатывать себе навык так называемый уметь видеть. То есть, как бы, не, так сказать, не быть вот этим вот недееспособным, да, за которого все нужно сделать, ему все объяснить как дураку, а вырабатывать навык, что вы сами научитесь в процессе того, как вам объясняют, понимать, что вообще происходит. Этот сложно будет на первых порах, безусловно, но как только вы, как бы, зацепитесь мозгами об этом, дальше вас уже будет не остановить раз, и вы, как сказать, никогда уже не будете прежним два. Вот. На этом первый советик заканчивается, и можно сразу ко второму советику. Поехали.